Здравствуйте, Ирина. Меня зовут Анастасия. Я очень хочу научиться себя любить и мыслить позитивно. Только я не знаю, с чего начать. Анастасия, удивительная ряда, да? Еще раз повторюсь. Вы не знаете, как мыслить позитивно? Вы ходите на улицу и четко фокусируете взгляд на хорошее. Увидели дерево, посмотрите, как он красивый. Увидели голубя, ходящего по тротуару. Посмотрите, как он грацузел. Посмотрите, как он самодостаточен. Он не бегает, не трусится, что он сегодня не найдет покушать. Он просто идет и занимается. И в процессе своего хождения по тротуару, да, или летания в воздухе, он внимательно смотрит, где бы, чтобы взять и покушать. И живет. Вот ваши мысли, наши мысли, да, у нас у каждого своя. Или дают возможность развития каждому из нас. Или наоборот. Вот еще раз, только человек сам принимает решение. Нельзя сказать никогда, но осознавайте, что вы вообще пишете. Я не знаю, с чего мне начать. До этого момента, сколько бы вам ни было лет, вы чем занимались? Почему вы решили, что кто-то имеет право и должен, и обязан, или хотел бы, или еще там какой-то глагол, впишите сюда по назначению, должен делать за вас? Это ваша жизнь, это вы себя лишаете возможностей жить, творить, радоваться, жить с интересом, заниматься тем, чем хотелось бы, и расти, внутренне расти. Это наш выбор, это наша свобода. А не думать, как это, что это, ну ладно, сегодня не получилось, послезавтра. И опять хожу и думаю, ну надо же, вот кто-то счастливый, кто-то нет. Самое тяжелое на сегодняшний момент, что я могу сказать, люди почему-то абсолютно привыкли себя с кем-то сравнивать. И потом одевают чужое платье для того, чтобы сказать, ну моя жизнь не удавала. Расписаться в собственной никчемности. Поверьте, у каждого свое место. И каждый человек за свои блага здесь земные и материальные платит достойную цену. Становитесь на ноги, осознавайте, сколько вы готовы отдать за то или иное благо, за ту или иную сумму денег. Какие усилия, какие действия, какую меру ответственности. Тогда вы получите ровно столько, сколько вы хотите. Но никто не придет, вам ничего не даст. И это правильно, поверьте, правильно.